Всем привет! Октябрь месяц заканчивается, а это значит, что скоро будут ноябрьские распродажи на Алиэкспресс 11.11 и Черная Пятница. Лично я, мои сокомальники, другие велосипедисты, велогонщики достаточно часто именно на эти распродажи себе что-то приобретают. Действительно, там бывают достаточно хорошие предложения. Навскидку, вот вспоминаю, пару лет назад, когда себе приобретал заднее дисковое колесо для шоссера, по распродаже я урвал его примерно за 37-38 тысяч рублей, а вне распродаж, например, это колесо стоило порядка полтинника. Больше десятки скидка. Это достаточно серьезное предложение. Год назад я уже записывал целых три видео, где я рассказывал про топ-10 товаров с Алиэкспресс. Там были разные категории. Отдельно компоненты, отдельно велоэкипировка. И в третьем видео были различные мелочи, которые я также приобретал лично и про которые рассказывал. Но непосредственно сегодня я сделаю небольшую компиляцию топ-10 товаров, которые я реально еще раз бы мог бы купить, которые я мог бы рекомендовать кому-то. Эти вещи уже прошли проверку временем. И поэтому, если кому-то что-то приглянется, можете посмотреть какие-то позиции из данного списка. Традиционно дисклеймер. Естественно, мы приобретаем в основном какие-то механические электронные приспособления. Я не могу ручаться за какие-то там бракованные изделия, всякое бывает. Но с позициями, которые я буду рассматривать в данном видео, лично у меня проблем никаких не было. Итак, давайте приступим. Итак, первое с чего мы начнем, это компоненты фирмы Shimano. Уже делал обзор на систему D2 электронную, шимановскую. И полностью я на разделочный велосипед себе собирал. Также на шоссере у меня стоит данная система Ultegra. И практически все компоненты можно купить на Алиэкспресс. Также там есть механические компоненты на предыдущих велосипедах. В том числе на разделке я покупал на 11-скоростную кассету. Покупал систему, шатуны в сборе, переключатель, передний, задний. Все это можно там посмотреть. Есть несколько проверенных продавцов на Алиэкспресс. Большинство их уже знает и часто там приобретают. В целом это даже получается дешевле, чем на зарубежных сайтах. Я оставлю ссылку на 12-скоростную систему D2 R7100, которая непосредственно у меня здесь стоит. Но вы можете какие-то отдельно себе компоненты посмотреть. Есть проверенные продавцы, можно брать. Иногда бывают исключения. Бывают паленые цепи, но это на каких-то левых магазинах. И также бывало проскакивали негативные отзывы про шимановские педали. Конкретно здесь у меня педали другие стоят. Про них чуть позже поговорим. То есть, если не смотреть вопрос педалей и цепей, остальное все там практически всегда оригинал. Второе. Это дисковое колесо фирмы Elite, непосредственно которое я покупал. Здесь у меня стоит фирма Ace Sprint. Именно его я бы пока не рекомендовал бы, потому что еще не проверенная фирма. И у меня тут были нюансы. Но фирма Elite Wheels уже хорошо себя зарекомендовала. Куча вообще колес. Даже бывает, смотришь какие-то соревнования по триатлону. Там у человека велосипед за миллион, а колеса стоят какие-нибудь элитовские. Поэтому фирмы Elite можно брать и на шоссер, и на разделку, и на МТБ велосипед тоже там приобретают. Очень много конфигурации и определенно есть что выбрать. В целом с Алиэкспресс я уже три фирмы различных использовал. Вот Ace Sprint, фирма Super Team и Elite Wheels. Так вот, Elite Wheels наиболее себя зарекомендовавшая хорошо фирма. Следующая и, наверное, самая дешевая деталь в нашем списке – это вот такие педали Z-Ray. Опять же, у себя на канале я обозревал данные педали. Это как автомат Калашникова реально. Однажды я купил себе на замену карбоновым, которые я сломал. Думал, на время поставлю их. Но как бы я не пытался там убить, и чтобы я не ездил, критериумы, спринты, какие-то гонки, разделки. Все еще я на этих педалях продолжаю ездить. Здесь я чуть-чуть подрегулировал болт внутри, чтобы они хорошо крутились, и проблем никаких у меня нет. На разделке у меня стоят вот эти педали, а на шоссере у меня стоят педали с мощемером. Иногда я туда-сюда переставляю и очень доволен. Уже 3-4 года проездил, абсолютно никаких нареканий. Конечно, многие любят там фирменные какие-то дорогие педали, но я бы порекомендовал бы вот эти педали, например, начинающим велогонщикам, кто вот только начинает осваивать путь контактных педалей, чтобы на дорогие не вкладываться, можно вот такие вот смело покупать. Они идут в комплекте сразу с шипами. Шипы там тоже недорогие, пластиковые. И поэтому определенно порекомендовал бы данные педали. Следующие позиции – это седла. На Алиэкспресс огромное количество седел, и я обозревал уже разные седла. Но вот выделил бы я две модели. Вот это фирма Giant, известная фирма, модель E-PROCH. Конкретно я покупал на шоссер, но его же я оставил и на МТБ, катался. Очень хорошее качество, цена относительно бюджетная. И вот опять же, если кто-то не уверен, ребята мне в комментариях, в отзывах писали, очень много кому такое седло зашло. Как известно, жопы у нас все разные, и седла тоже все разные. Но именно вот эта модель такая более-менее универсальная. То есть, опять же, если не знаете, что купить, можно посмотреть данную модель. Относительно тяжелое седло, порядка 300 грамм, но здесь зато качество. Пластиковое седло, металлические рельсы. Вот эта сверху подкладка мягенькая, но упругая. То есть, нет никакой ваты, чтобы вы в нее проваливались. При этом как-то сильно попу отдавить тоже не получится. Вот лично мне реально это седло нравится. Я периодически его ставлю, у меня куча седел. Иногда вот люблю экспериментировать. Но вот его однозначно рекомендовал бы. Есть еще уменьшенная версия данного седла. Чуть покороче там носик. Модель Slit называется. Или как-то так вот. Но я вот лично люблю подлиннее, чтобы в аэропосадке можно было вперед садиться на кончик. И также на МТБ, когда в очень крутые торчки заезжаешь, начинаешь съезжать больше вперед на носочек. Следующее седло фирмы EC90. Именно здесь у меня оригинал стоит. Физик, мистика. Но EC90 это копия. Сейчас у меня в гараже оно валяется. Не могу показать. Картинку тут вставлю. Но суть в том, что это дешевая реплика. И для тех, кто никогда не пробовал ТТ-седла вот с такими собрубленными кончиками, можете попробовать, чтобы потом перейти, например, уже на оригинальное седло. Либо вот если используете эпизодически, как это я, например, делаю, проезжая гонку какую-нибудь обычную групповую, потом разделка намечается. Быстренько поменял седло на ТТ-шное, гонку отъездил и обратно убрал. То есть не нужно вкладываться, потому что оригинальные ТТ-шные седла, ну, в целом стоят достаточно дорого. Там более 10 тысяч рублей не могут стоить. А там за порядка полторы тысячи я его покупал реплику. Можно использовать. Оно, конечно, по качествам чуть похуже. Там мягче прослойка. Рельсы там чуть-чуть покороче. Но в целом седло рабочее именно для раздельных гонок. Следующее это велотуфли Shimano RC7. Также у них есть индексы 702. Отдельно тоже у меня был уже обзор на эти туфли. Очень крутые туфли. Вот я в них уже проехал 3 сезона. Очень доволен. У моих сокомандников несколько таких туфлей. Это у меня шоссейная модель. Но также такие туфли есть еще в МТБ модели. И вот, кстати, МТБшные у меня 500 вторые модели. Там с одной бо. И мне вот они вот не нравятся, как сидят. А МТБшные 702. Они точно такие, как шоссейные. Но только внизу, соответственно, специальная подошва с резиновыми шипами, чтобы можно было бегать. И также у одного из моих сокомандников есть МТБшные 702. Тоже очень доволен. Поэтому модель относительно, скажем так, по бюджету, ну, среднего диапазона, но вот мне очень нравится. И вот все, кто пользовался, тоже очень довольны. Но если брать уже топовые решения, там, 902, ну, они будут стоить там в два раза дороже. То есть эти налички там 15 плюс-минус тысяч рублей, грубо говоря. А 902 там уже что-то 20-25-30 тысяч. Ну, то есть уже серьезная переплата. Две обо здесь затягиваются, хорошо подгоняется. Карбоновая подошва здесь. И самое главное, мне нравится просто, как они сидят. То есть передача усилия, когда спринты какие-то делаю, либо мощное ускорение, реально по кайфу. Следующий это смарт-велостанок с Ай-Плюс модель Т2. Также у меня был полноценный обзор этой модели. Еще вот впервые, когда они появлялись, мне отправили его просто на тест. И он мне понравился. Позже я его потом выкупил. Собственно, я считаю вот этот станок оптимальным по соотношению цена, качество, функционал. Есть уже куча других китайских станов фирмы Magin, например. Но цены там уже заметно дороже. Раньше были конкуренты у этого станка, например, фирмы Elite. Сейчас я вот посмотрел, станки тоже уже стоят дороже. Но конкретно вот эта модель Т2, ну, примерно где-то 55 тысяч на Алиэкспресс стоит. Может быть, по распродажам можно где-то более выгодно выцепить. Лично меня этот станок полностью всем устраивает. На нем я выполняю интервальные тренировки. Езжу в звифте. Гонки также езжу в звифте. Единственный в нем нюанс и косяк. Ну, скорее, это даже особенность. Из-за того, что двигатель здесь и сопротивление работает за счет магнитного сопротивления, то на самой маленькой передачке, вот если, например, ездишь и включаешь вот эту самую легкую звезду, самую большую, то бывают небольшие проскальзывания, когда в очень крутую гору ездишь. И это именно когда ездишь в звифте. То есть на обычных тренировках это практически никак не ощущается. И это можно ощутить только когда ставишь 100% передачи градиента. Также в своем обзоре я про это рассказывал. Как выходить из ситуации? Да элементарно. Если вы решили, что вы едете в суперкрутую гору, там, не знаю, в телевышку в звифте заезжаете, где там 13-15%, то ставите уровень сложности в звифте в настройках не 100%, а, например, там 70-50%. И, соответственно, у вас будет там не вот эта звездочка, ну, а где-нибудь вперед переезжайте. На этом все. Поскольку я редко езжу гонки, не особо любитель вообще станка, то в основном выполняю на станке интервальные тренировки, ну, либо простые заезды. То есть в целом никак это мне не мешает. Также рассказывал про модель Т3 данного станка. Мне на обзор присылали. Но там были определенные нюансы. И в цене уже в полтора раза дороже. Поэтому, ну, Т3 я бы не бы порекомендовал. А Т2 реально хорошая модель. Причем конкретно вот этот станок у меня уже второй. Почему второй? В этом году, в 24-м, я отъездил зимний сезон. И уже начал выходить на асфальт. И у меня тут друг поинтересовался. Говорит, что купить? Ну, я говорю, вот такие-таки-таки-таки-то варианты. И говорю, я вот типа сам Т2 в принципе продал бы летом, потому что я не езжу. В итоге я ему продал станок. И, ну, думал, дай-ка поднакоплю что-нибудь на другое. Раньше у меня была там идея фикс купить себе станок Tax Neo. Но посмотрел я ценники на Tax Neo 2T 130-140 косарей, что практически чуть ли не в три раза дороже, чем этот. Я подумал, махер надо. Ну и, в общем, заказал себе вот второй вот станок. Вот он у меня. Сейчас уже вот на нем тоже езжу, выполняю тренировки. И, кстати, тут разведка докладывает и читал отзывы, что именно вот Т2 сейчас уже вышла обновленная версия. Внешне все то же самое, но там изменили мотор. Его сделали мощнее. Еще сам вот на практике не использовал. Вот ничего не могу сказать. Но в теории, наверное, вот этих проскальзываний там не должно быть. Если кого-то смущает вот это вот слово, то, что я здесь говорю про скальзывание, то владельцы Neo старых поколений также рассказывали, что тоже с этим были проблемы. Это именно из-за того, что здесь нет живого махевика и то, что здесь магнитное сопротивление. Но, опять же, я удовольен станком. Менять его не собираюсь. Даже вот если бы у меня были бы деньги. Ну, вот смысла просто не вижу. Функцию свою полностью выполняет. Напомню, полноценный обзор у меня был на канале. Следующее это микронасос такой же фирмы SAI PLUS модель AS2 PRO. Также обзор данной модели у меня был на канале. И вот, покупив себе двухподвес, я реально оценил преимущество данного насоса. Поскольку теперь здесь нужно подкачивать и задний аморт, и также вилку. Не то, чтобы они спускают. Просто, когда начинаешь экспериментировать с давлением. Например, если выезжаешь на более ровную какую-то покатушку, то сильно не нужно там ее накачивать. Если начинаешь выполнять какие-то прыжки, там, трамплины, дропы, то лучше чуть-чуть подкачать. И с собой какую-то большую бандуру неудобно возить. Здесь вот берешь, вот шланчик подкрутил. Вот этот переходник убрал, чтобы был обычный автомобильный ниппель. Подсоединил, выставил себе давление в PSI, либо там в атмосферах, как вам удобно. И все, поехали. Предыдущая мне модель не нравилась тем, что просто вслепую подкачиваешь и используешь его как аварийный насос. А вот здесь вот выставил, например, 100 PSI и начинаешь качать, действительно, очень удобно. Опять же, в обзоре рассказывал, вот, например, накачать себе колесо, МТБшное, либо шоссейное, примерно одну минуту занимает. Если же просто подкачать, вот, ну, например, выезжаешь в холодное время, дома накачал, на улице давление в покрышке становится меньше, понимаешь, что нужно чуть-чуть подкачать, сунул, буквально там 10-20 секунд, хоп, до нужного давления, которое здесь установил, и все, действительно, очень удобно. Просто в карман себе кинул, там лежит, и аккуратно в пакетик заворачиваю, и, действительно, очень крутая тема. Следующее, это измеритель мощности фирмы Сигей. У меня это уже второй мощимер на МТБ. Дело в том, что на предыдущем велосипеде у меня была система с рам, ну, и там паук немного другой, посадочные места другие. Велосипед я продал вместе с мощимером, и вот, купив двухподвес, себе аналогичный заказал мощимер фирмы Сигей. Также у меня обзоры уже были на канале. Сильно разглагольствовать тут не буду. Скажу лишь то, что Сигеем пользуюсь уже с 2019 года. На шоссере у меня стояли различные модели. На МТБ пользуюсь, никаких нареканий нет. И лично для меня, что показательно, именно эту фирму теперь можно встретить даже на таком известном сайте, как BikeIn. То есть, там оригинальные изделия, там Favira Asioma, Garmin, другие приборы, и также вот Сигей там продаются, и это не просто так. Есть, конечно, куча других уже мощимеров, в том числе там Majin, еще что-то. Но вот у меня уже получается где-то, наверное, пятый мощимер. То есть, три у меня шатуна было, в том числе на тестах. И вот второй паук. У моего сокомандника Юра тоже себе вот купил мощимер Сигей в паук, именно на МТБ. Есть также модели шоссейные. Ну, то есть, можно опять же посмотреть, там что-то выбрать. Цена не самая бюджетная, но в целом проверенная модель. Опять же, у меня вот никаких вопросов, нареканий нет. Далее продолжаем тему МТБ. Это карбоновый руль с интегрированным выносом фирмы ТО-СИК. Тоже обзор делал. Это у меня уже второй руль. Первый руль катался, все было классно. Но что-то я лишнего там спилил, и понял, что руль стал мне узкий, и вот заказал такой же второй себе. Кучу гонок проехал, кучу тренировок проехал. Падал я с этим рулем. Ничего, вообще никаких тут нареканий, на дефекты, на деформации. Ключевое, что здесь мне нравится, это легкий его вес, примерно 230-250 грамм. И вот опять же, штатный здесь руль, который стоял на подвесе, весил примерно 450-480. Короче, поменяв руль, я сэкономил 250 грамм, что очень много. При этом качество, все хорошо. И вот, кстати, в своем первичном обзоре недорассказал. В целом, тут заказ под оригинальные руль фирмы SYNCHRAS. Цены, конечно, сейчас уже не очень бюджетные. В целом, то есть, подорожение общее, плюс курс доллара и евро тоже дорожает. Но вот около 5000 рублей я вот его покупал и очень доволен данным рулем. Кстати, вот тут Пульс, недавно марафон ехали, и Антоха Якушевский там упал. Он, по моей рекомендации, тоже данный руль купил. Никаких там проблем. Он встал, просто выровнял, хоп, его отцентровал и поехал дальше. Поэтому, действительно, вот клевый руль. Я даже не знаю, чтобы его убить и шатать, что нужно с ним сделать. Ну и завершающая у нас 10-я позиция. Опять же, рассказывал про очки фирмы ROG BROS. Куча там различных вариаций. У меня много разных моделей с большими линзами, с маленькими, с вентиляцией, без вентиляции. И вот это мои самые любимые очки. Здесь фотохромная линза. Когда нет ультрафиолета, они полностью прозрачные. Когда солнце начинает выходить, они начинают темнеть. И именно за эту цену, я считаю, очень крутое предложение. Потому что, лично я, вот рассматриваю очки, как расходник. Кто-то там иногда говорит, что вот лучше окли, фирменный, купить, бла-бла, бла-бла. Но что я вам скажу. Периодически заезжаешь в какую-то грязь, едешь в гонку, летит все это на линзу, ты начинаешь по ходу гонки все это протирать, царапаешь линзу. То есть, вот лично меня жаба бы задушила здесь какие-то дорогие очки использовать. А так, по большому счету, это расходник. Опять же, берем какие-то МТБ. Постоянно там то падение, то очки куда-то улетают. Поэтому, я считаю, что за данный ценник отличное предложение можно использовать. И именно вот фотохромная линза мне нравится. Потому что, если берем обычные темные с напылением, напыление периодически начинает там где-то поцарапал, еще что-то. И картинка ухудшается. А здесь все прозрачное. Ну и вот непосредственно на МТБ, опять же, на двухподвесе я выезжаю. То есть, едешь пока по асфальту, солнышко светит, они темные. Заезжаешь в лес, там солнце становится меньше и линза начинает осветляться. И это хорошо. Раньше, когда я ездил в полностью темных очках, в лес заезжаешь, ну и становится гораздо хуже видно. А вот такие фотохромные линзы, они спасают реально. Ну и не могу не рассказать еще про две позиции бонусные, скажем так. В основном используется в межсезонье. Вот непосредственно вот этот фонарь, тоже фирма Rock Bros. Изначально у сокомандника подсмотрел, вот он купил классный там луч света. Тоже я обозревал в одном из видео данный фонарь. Куча там разных вариантов. По люминам отличается. Вот у меня модель 600-я и это что-то такое вот среднее. Классный пучок. Здесь вставлю вот фотографию, коротенький видос, вот недавно ехал. И действительно вот когда выезжаешь и уже день переходит плавно в ночь, то реально выручает данный фонарь. Раньше у меня были фонари гораздо поменьше, и пучок там был слабже, и аккумулятора хватало на меньшее. Но вот этот действительно фигачит как прожектор, хотя это еще не самый мощный фонарь в данной линейке у Rock Bros. Тоже можете пройти по ссылке, посмотреть. Если занимаетесь, например, какими-то длинными поездками, часто в темное время ездите, можете еще поболее посмотреть. Но вот очень классно светит, и действительно я вот рад, что сделал такое приобретение. Ну и вторая бонусная позиция, также уже рассказывал, это велобахилы из Неопрена фирма Джио вот как раз-таки сейчас вот межсезонье, температура 0 плюс-минус там несколько градусов, отлично использовать. Они легкие, качественные, я гонку проезжал, в них температура была порядка 2 градусов, поэтому вот очень могу рекомендовать, но самое главное здесь по размеру выбрать все четко, материал классный, и самое главное ноги находятся в тепле, и если небольшой дождик, то тоже Неопрян его задерживает, и ноги также не мерзнут. Ну и на этом собственно все, у меня тут на самом деле очень много всяких ништяков, постоянно что-то на Алиэкспресс покупаю, но что-то я использую больше, что-то я использую меньше, и вот именно в этом видео я рассказал вещи, которые я вот действительно рад, что купил, и вот повторюсь, если бы что-то с ними произошло, не знаю, там сам бы сломал бы, еще что-то, то повторно бы приобрел бы данные вещи, поэтому смотрите, может быть кому-то что-то будет интересно. Ну и всем хороших покупок, скорее уже добавляйте там в корзину, и покупайте, ну потому что потом обычные цены, ну гораздо заметно будет здесь уже подороже. Так что так вот, если, ребята, у вас есть что-то интересное тоже на примете, кидайте ссылки в комментариях, тоже интересно будет посмотреть, ну и другим ребятам также может быть будет полезно. Всем пока, хороших покупок!